Привет, ребята! С вами Оля Кириеша. Рассказ «Звёздная доброта». Сколько бы добра мы ни делали, всё равно на всех не хватит. Так смысл тратить добрейшие поступки? Лучше оставлять себе на прозапас. Так решил лесной Ёшварчун и прекратил делать вовсе добрые дела. — Какой-то ты хмурый сегодня, — заметил медвежонок. — Даже чая мне не предложил. Ёжик спрятал свои иголки под одеяло и недовольно бурчал себе под рыжий нос. Что-то складывал в свой шерстяной носок, который ему связала бабуля. — У тебя что ли мёд закончился? Или последние ягоды тараканы утащили? С осторожной ухмылкой спросил медведь и подставил огромную лапу под плюшевую щёку. Так они просидели половина дня. Ёж злы дни под одеялом, а медведь, смотря в окно, на пушистый снег, покрывающий его любимый лесок. — Пойду-ка я домой, а заодно и прогуляюсь. Завтра к тебе загляну и принесу метку, а то больно скучно с тобой. Да и без мёда не дело сидеть, вдруг заболеешь, — сказал Миша и вышел в морозную ночь. Луна была огромной и освещала всю округу. Никуда от неё не спрячешься. Она заглядывала даже в самые дальние закоулки леса, видела потайные места белок и высокие убежища птиц-зимовниц. — Красота! Волшебство! — думал Потапыч, ныряя в искрящийся снег, похожий на звёздное небо. Вот бы колючего суда! Сразу бы повеселел и подобрел. Ему очень хотелось поделиться прекрасным со своим лучшим другом. — Ёжик! Ёжик! — орал на ходу лохматый во всём медвежье горло. Из двери показалась недовольная моська ежа. — Чего тебе? — Принёс тебе немного волшебства и баночку мёда. Пошли за мной! Ворча на весь мир и волоча маленькие лапки, ёж не хотя шёл к волшебному месту. Волшебства нет. Нет его. И даже если ты узрел чудо, надо припрятать его в карман и никому не показывать. Ты же первый его увидел. — Ёжик! Брось! Ты же мой лучший друг! Кому мне ещё показывать? А держать в себе я не могу! Зверята пришли на место. — Вот! — торжественно указал Бурый на кучку снега. — Ложись и смотри на небо! — Ну, такое себе занятие! — объявил ёж. — Не будь занудой! — весело прикричал Миша и приземлился спиной на уютный субробик. Заворожённо начал смотреть на синее полотно, усыпанное искринками. Ёжик с удивлением смотрел на медведя, но не удержался и тоже примастился к другу. — Удивительно, правда? — заметил медведь. — Миша! Прекраснее! Я ничего не видел! Спасибо тебе! Колючий смотрел, не отрываясь на блестящие осколки. — Откуда они взялись? — Это, ёжик, наши хорошие поступки. Пока в нашем сердце теплится капелька добра и света, эти маячки будут гореть, освещая нас с лесом. Чем больше добрых дел сделаем, тем ярче будет небо и наш лес. Главное — поддерживать этот механизм и заражать всех на добрые поступки. Понимаешь? — Понимаю. Ёжик вскочил и побежал в сторону своей избушки. — Ты куда? — кричал ему вслед медвежонок. — За носком! У меня же в нём припрета на куча добрых дел! Ёжик бежал в припрыжку. Он был счастлив, что поделился своими добрыми делами, что небо станет ещё ярче, что рядом с ним самый лучший косолапый друг. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в описании. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...